Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в селе Дорогинка, это Фастовский район Киевской области, в фермерском хозяйстве Верми-Киев у Сергея Привизинцева. Чем занимается фермерское хозяйство? Показывайте. На данный момент коровник 2000 квадратов, занимаемся калифорнийским червилом, буртах. Ну, как видим, у нас его еще пока немного. Почему? Потому что мощностя есть. Сюда будем дендрю заводить. Сейчас копнем. Где у нас больше солнца? То есть червяк сидит у нас на навозе. Видите? Крупного рогатого скота. Червячок хороший, средний, примерно 0,3-0,35 грамма. Это считается товарный, я имею ввиду для рыбаков. Для чего он используется, червяк? Червяк перерабатывает органические отходы, любые, причем в данном моменте у нас навоз, может перерабатывать любую органику, вплоть до, ну, скажем, сразу под шампиньонов, кролиный навоз самое главное для нас. Получается биогумус, то есть червейкомпост. А червейкомпост, ну, многие, я думаю, знают в интернете, написано много о нем, что он полезен для, это, скажем так, плодородия нашей почвы. Удобрение? Удобрение, да. Натуральное. Для рассады, для сада-огорода, для всех этих вещей. Ну, вот они, красавцы. Это что, это порода какая-то? Это калифорнийские, завезенные из Америки, скажем так. Им уже, здесь они сидят с 2000 года. Штамп неплохой, что могу сказать. Кладятся очень хорошо. Ну, не так, как в интернете красиво пишут с двух штук, там, полторы тысячи. Ну, по крайней мере, популяцию так примерно в 20-30 раз за сезон можно выгнать. Это если ухаживать, то есть ухаживать, поливать, своевременно давать питание червяку, отделять его. В основном, в основном, это ферма для производства биогумуса. Вот мы сейчас потом пойдем посмотрим, там мешки фасовы уже есть. А, 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 биомасса сейчас в наше время тоже актуальна. Рыбаки уже просыпаются скоро, сезон начинается. Ну, а для нас, огородников, дачников и людей, у которых есть куча навоза, куча, скажем так, органики, которую надо переработать, вот первое дело. Это червячок. Как давно занимаетесь? Занимаюсь 2007-го. Вот, смотрите, видите, как прелесть какая. Занимаюсь 2007-го. Тоже, в принципе, пошло у меня с огорода. Купил 600 кустов ремонтантной клубники королевы Елизаветы и морской пейзаж. Ну, и была мысль, когда-то читал, что попробовать как на биогумусе. Завел себе, купил, вернее, 200 штук червяка в клубе органического земледелия. Так оно и пошло. Развились, стало некуда девать, отдавал соседям. А потом подумал, что неплохо было бы в интернете попробовать продать. Вот так это и фирма организовалась, верми Киев. Есть там у меня пару роликов, новый канал приезжал, снимал. Еще на заре моей деятельности я потом выложу в интернете, посмотрите. То есть вот такие дела. А как вообще по Украине у нас с червями? По Украине с червяком у вас слабенько. Естественно, больше развито было штаты. Там буквально, ну, насколько я так грубо говоря знаю, 600 тысяч вот таких верми хозяйств. У нас это небольшое. Видите, тут сколько? По 25 метров два борта. Ну, тут больше, чуть-чуть, по 30. Вот эти насыпи, это как раз то, где разводятся сами кролики. Ой, червяки. В перспективе я просто... Калифорнийский червяк, это, конечно, хорошо, но я больше сейчас буду делать удар на дендробену. Это европейский червяк. Тоже он так же перерабатывает органику, но с ним проще работать. Он крупный. Я вам потом попозже покажу. Я взял специально. В Киеве держу, а здесь просто у нас Калифорния. А хотим вот эти бурты, вот если видно, если будет видно. Чем хорошей не сюда червяка заселить, и червяк не вылазит. Потому что дендра, она, у нее тенденция гуляться. Она любит в темноте лазить. А вот здесь как раз такие бортики. Если еще вот так вот, потом, скажем так, грубо говоря, креечку прибить. Далман. Вот это я так показываю. Чтоб червяк, когда вылазит, опадал. То будет вообще идеально. То есть, ребята, у кого есть такие вот вещи выращивать. Тем более, у кроликов перерабатывать. Милое дело. Кстати, сейчас вот была тема интересная. Мы ехали, говорили. Допустим, вот у нас здесь под Фастово практически сейчас все хозяйства выбиты. Если в том году сюда 100 тонн привезли навоза, то в этом году всего лишь только 20. Это вот сейчас привезут. А насколько я понимаю, кролики, это не только мех и диетическое мясо. Но еще и там есть вещь интересная. Навоз называется. Так что перерабатывать нужно и перерабатывать желательно. А где берете в основном вот этот продукт для переработки? Продукт, опять же, тоже вот есть тут у нас. Остался один колхоз. Ну, частный. В котором были коровы. Но и тех в этом году, к сожалению, вырезали. Основная проблема, это, конечно, навоз у нас сейчас. Тем более под Киевом. Там, допустим, в других городах на Полтаве я знаю более развито животноводство. У нас проблем, к сожалению, и существенные. А с другими фермерами не думали кооперироваться для того, чтобы можно было у них получать вот этот навоз? Для них же это наоборот. Я думаю, благодаря вам, Дмитрий, мы теперь будем более, скажем так... Новая тема для кооперации. Да, да. Может, у кого-то есть излишки, кто-то поможет. Мы можем червем помочь. То есть давайте бартероваться. Давайте как-то жить вместе, дружно. А еще вот по поводу вот этого помещения. Это, я так понимаю, бывший коровник, как сказали. То есть те, кто обладают какими-то бывшими свинарниками, коровниками, это тоже может быть для них как для развития. Кто-то, допустим, делает лесопилку. Кто-то... Просто чем мне нравится именно червяк, им заниматься проще. Во-первых, маленькие капиталы вложения. Чем червяк хорош, допустим, вы один раз купили популяцию, довели ее до нормального масштаба, и она вам постоянно плодится, плодится. Тут главное не заморозить. Есть нюансы. Главное, как говорится, ухаживать за червяком. И все будет нормально. Биогумус отлично продается. Червяк по биомассе тоже хороший спрос. Куда будем дальше развиваться? Ну, планируем, во-первых... Во-первых, вы же видите, сколько пустует тут всего. Планируем, во-первых, и дендрой, но и Калифорнией надо расширяться. Потому что рынок сбыта есть, надеюсь, вы нам поможете. Ваш портал знаменитый. Так что, кому надо, нема питания. Тем более, вы знаете, что черви – это благородие почвы, органическое земледелие. Кстати, не хочу хвастаться, просто скажу, постучу по дереву. На той неделе мы отправили 10 килограмм в Турцию отсюда. Вот турки хотят вот это все забрать. А скажу почему. Дело в том, что в Турции у них такой закон. Если ты используешь биогумус у себя на поле, тебе государство 50% цены отстегивает. У нас такого, к сожалению, нет. То есть турки уже задумываются о органическом земледелии, о своей нации, о здоровье. А у нас пока, к сожалению, до этого наши депутаты не находятся. Продолжение следует...